Дом мой походящий в 18-м, в списке раздачи уроков, хай-левел. Ладно, вы предупреждали специальным бланком. Я каждый день проверяю почтовый ящик, а там, представляешь, сплошные счета из банка и от Деда Мороза. И пара открыток с бошистскими континками и приветами из Непала. Знаешь, сегодня на эскалатре я чуть не упала. Знаешь, так страшно спиной, запрокинув лицо с четко выраженными скулами, как-то постепенно становяющиеся смесью и за рягами достаточно плотных, чтобы загибы были мягки. Мое пространство пощадь и не терпит углов, а сейчас я чувствую, что готов. Мне бы только собрать аккуратно в клочья порванные Т-клетки, прижаться губами к каждой из две метки, чтобы больше не жгло и ни в коем случае не болело. Но я ведь не человек, а майдан незалежности в этом дело. И хотя храбрость мою и решительность можно разместить в горсти, есть и у меня ощущение, что все это воспитуемые величины. И однажды у меня все должно срастись. Я видел себя на площади Беатрикс, изящно прикуривал тонкую сигарету. Франчировскому жил Беаттай, стоял на мосту до тех пор, пока проститутки не выключит в аквариумах свет. И так любил ту страну, что был счастлив и полуне. С чашкой кофе сидя в кафе скидывал в термису крем. Кафе с непроизносимым названием «Чудная выточка» хозяин зовут Рене. И чувства одиночества нет. Правда, совсем нет. Потому как я любила тебя радостно, без трагедий и условных побед. И ты, наконец-то, куда бы ни уходила, любишь меня больше всех. Спасибо.